Дамы и господа, здравствуйте, меня зовут Рик, и мы с вами продолжаем наше прохождение Bloodborne. Начнем с необычного, по сути, если я не ошибаюсь, это было мое первое знакомство вот с этим новым противником. И я очень долго не мог понять, на что я смотрю. Ну, я, как говорится, раз таргетится, значит таргетится, когда увидел... О, мой бог! Когда он обернулся, я такого не ожидал. Абсолютно. То ли еще будет, как говорится, для тех, кто до сих пор не знает, чуть попозже увидите их супер особенную атаку, от которой я просто обалдел. Как видите, я решил гораздо более подробно рассмотреть это существо. Вопрос был один, так сказать, что это и откуда это. Если до этого мы видели, как... Мы видели, грубо говоря, оборотни, мы не могли понять, ну, точнее, мы не могли понять, нам было уже понятно, что это люди, которые превратились в чудовища. Что что-то вот это такое. Что вот это за существо. Но об этом чуть попозже. В прошлом эпизоде я обещал вам, что в этом эпизоде я расскажу вам о связи монашки и еще одного персонажа, с которым мы сегодня впервые познакомимся. Я думаю, что целесообразно будет это сделать тогда уже, когда мы именно с ним встретимся. С новым персонажем имеется в виду. А пока что мы, по сути, возвращаемся туда же, где мы уже были. Но в этот раз, наконец-то, открываем нужный нам шорткат. И заодно исследуем открытую, открывшуюся, теперь, часть соборного округа. Соответственно, вниз по этой лестнице мы приходим к фонарю, именно к храму, где, собственно, сидят все те, кого мы отправили именно в соборный округ. Честно вам скажу, я не совсем понимаю, почему у меня в свое время было так много проблем с этими умолвами. Потому что, да, они бьют больно, но по сравнению с тем, что будет дальше, я никогда это не понимал. Кстати говоря, вуаля. Величайшее оружие в этой игре или экипировка это щит. Простой деревянный щит, который используют многие, кто решил присоединиться к охоте. Обычно охотники не используются щитами, неэффективными против сил чудовищ. Как это часто бывает. Щиты хороши, но только если они не порождают бездействие. Вот, на мой взгляд, это просто был очень такой вот четкий, красивый, милый камень в огород всей серии Dark Souls. Потому что, давайте посмотрим против глаза. Так сказать, любой, кто начинает играть в Dark Souls. Ну, ладно, я говорю чисто статистически. Я более чем уверен, что сейчас мне будет 30 комментариев на тему, я никогда так не проходил игру. Но, вот, кого я не спрашивал, те, кто, так сказать, ну, просто ни с того ни с сего начинал играть в Dark Souls. Все играли танками, все играли со щитами, все сидели и, как черепахи, прятались за щитами и атаковали со скоростью один удар в минуту. Поэтому, не случайно, что здесь, так сказать, такое описание этого щита. Что щит-то хорошо, но только если не порождает бездействие. И, собственно, в этой же фразе заключается вообще весь принцип и механика Bloodborne. Слышим знакомые звуки. Великанчики где-то рядом. Ну и новых айтовов тоже достаточно много. Увидел рычаг, понял, что надо его поднять. Кстати говоря, если я не ошибаюсь, то... Точнее, я не ошибаюсь, но вот этот рычаг открыл нам проход к локации, к которой мы могли получить проход другим способом, а именно купив у торговцев какой-то там айтем, я не помню, как он называется, который открыл бы нам как раз-таки дверь с другой стороны. Но, по сути, сейчас нам это уже не актуально, потому что, опять же, с другой стороны мы откроем точно так же этот самый проход. Просто, если бы мы купили эту вещь... Здесь принцип точно такой же, как... Давайте почитаем. Бросьте, чтобы создать облако тумана, которое замораживает сущность охотника и не дает останавливаться в зэк. Говорят, что этот рецепт использовали охотники за кровью из Кейнхёрста. В Кейнхёрсте мы об этом будем говорить гораздо-гораздо позже, но, забегая вперёд, в Кейнхёрсте живут, так сказать, нечестивые охотники, если можно так выразиться, которые, как бы, используют кровь не совсем так, как мы, так сказать, привыкли её использовать. И охотники из Кейнхёрста замениты тем, что они неубиваемые, они возрождаются. Соответственно... Ну, ладно, не совсем так, это не совсем корректно. Вы поймёте попозже, о чём я говорю. Кстати говоря, впервые коса. Впервые её видим. Так вот, эти айтемы, которые мы только что подобрали, по сути, это талисман Ллойда. Вот один в один. Талисман Ллойда и работает точно так же. Что самое интересное, они очень сильно могут вам пригодиться буквально чуть дальше в этой же локации. Очень сильно. То есть, это не только для ПВП, как говорится. Меня сбили с мысли все наши внезапные разговоры. Про Кейнхёрстен поговорили. Про косу поговорили. А, хотелось сказать о том, что айтем, который мы покупаем у этих торговцев, это один в один какой-то там талисман или эмблема. Я не помню, что мы покупаем у Андре в первом Дарак Соулсе за 20 тысяч, чтобы побыстрее пройти к Сипу. То есть, есть абсолютно другой путь, но этот путь гораздо-гораздо дольше. И вам нет необходимости покупать эту вещь. Но, вот, в Дарак Соулс реально проще купить, как говорится. Здесь же, ну я так не сказал. Здесь вы все равно будете идти этим путем, который мы сейчас прошли. И все равно откройте этот, эти двери. Поэтому здесь это немножко бессмысленно. Еще один момент, о котором я хочу с вами поговорить, народ. По сути, в дальнейшем, то есть вот сейчас, ну я не знаю, заметили вы, нет. Сейчас мой голос слышен нормально, вроде как качество хорошее. Я надеюсь, в всяком случае, как бы не пошло все не так, при том, что я это сейчас сказал. Закон подлости, великая штука. Но суть в том, что пока у меня есть возможность записывать у меня дома эпизоды. Точнее, комментарии к эпизодам. Но проблема в том, что очень скоро у меня такой возможности не будет. Нет, я бездомным не стану, не волнуйтесь. Но я буду постоянно в разъездах. И у меня появилась вот какая мысль. Я решил купить какой-нибудь маленький компактный микрофончик. И, по сути, записывать где-нибудь на ходу. Находить тихое укромное место. И записывать эпизодик, потому что, ну, делать их там по 30 минут, по 40 максимум. Но здесь, так сказать, смысл в том, что тогда по-любому сразу же начнет хромать качество именно комментариев. В плане именно звука. Не в плане содержания комментирования, а именно звука. И я вот реально нахожусь в таких раздумьях. То есть, по сути, такое решение ускорит выпуск эпизодов просто в разы. С другой стороны, потом, когда, так сказать, они все выйдут, никто не будет вспоминать о том, что эти эпизоды выходили медленно, когда они уже все вышли. Все будут просто слушать и говорить, блин, господи, что за отвратный звук. И я, в принципе, уже провел парочку тестов с подобным микрофоном. И, ну, не скажу, что там бешеный шум или некачественная запись. Просто именно, ну, голос хуже, серьезно вам скажу. Поэтому, пожалуйста, дайте мне знать, интересно вам это или нет. Костяной клинок шамана. Честно вам скажу, за всю игру ни разу не использовал. То есть, по сути, как я понимаю, это вещь, которую вы именно кладете в свой инвентарь, на именно этом, так как тот же самый камешек, и она совершает милишную атаку. Это если верить описанию. По факту, я, честно, вообще без понятия, как это работает. Но, вот как-то так. Сейчас, на самом деле, мы, ну, я пошел, так сказать, разведывать территорию. Я не совсем понимал, куда мне надо идти. Но, по сути, сейчас мы идем как раз-таки к тому месту, к тому проходу, о котором нам в свое время говорил Альфред. А именно... Пока что пароля мы не знаем. Я, честно скажу, я забыл название локации, куда мы придем. Но, по сути, это как раз-таки то, о чем я рассказывал вам, по-моему, два эпизода назад. Где, по сути, были найдены... Была найдена... Или был найден, по-моему, первый великий, и из которого, собственно, была взята кровь. Я забыл, как это зовут. Это долуная пещера. Забыл. Ну, ладно. Смысл в том, что, если вы помните, Альфред говорил нам о том, что последователи этой школы мастера Вильяма, их осталось так много, точнее, наоборот, так мало, что мало кто вообще помнит пароль, чтобы попасть, собственно, в ту самую локацию, где эта школа расположена. Собственно, вот именно через эти ворота мы туда и попадем, зная пароль. Не зная пароль, мы туда не попадем. Вот здесь есть одна вещь, которую лично я не понимаю. В свое время мне говорили о том, что... Ну, забегай немножко вперед, это небольшой спойлер, но, по сути, чтобы получить пароль, нам нужно будет убить босса. Этот босс находится недалеко отсюда. Но, когда я... Собственно, кстати, вот эти самые ворота, которые открылись бы с другой стороны. Так вот, когда я играл на стриме, я, может быть, неправильно понял людей, но у меня сложилось впечатление, что эта локация... Не локация, точнее, а этот босс, он опционный. То есть он необязательный. Но! Теперь я могу сказать вам точно, что он обязательный. Но что самое интересное, у меня возник вопрос. Есть ли хоть какой-то другой способ получить пароль? Я лично этого не знаю, и я не совсем понимаю, почему, но у меня почему-то есть такое подозрение, что есть. Хотя, скорее всего, его нет и в помине, потому что, когда вы увидите, как мы получим этот пароль, наверное, все вопросы отпадут. Ну, я не совсем, честно понимаю, почему у меня вот такая мысль появилась. Ну, ладно, мысль-услух, как говорится. Медленно, но верно, мы зачищаем всю эту локацию. В кои-то веки я набрался храбрости и не бегал, как Леопольд подлый трус. А все-таки решил абсолютно полностью зачистить локацию, собрать все, что есть. И, в принципе, действительно много есть полезного. Те же самые отравленные ножи нам очень сильно пригодятся в свое время. Причем, что самое интересное, если я не ошибаюсь, это единственное еще отравленные ножи, где они вот просто лежат. Изогнутый нож, тонкий и острый, как скальпель, часто используются особыми врачами для самозащиты в церкви и исцеления. Говорят, что обычно охотники стараются не использовать яд. Но это не про нас. Собственно, мы подошли к месту встречи с теми самыми NPC, о которых я говорил. Точнее, с одним из двух. А второй так, в придачу. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. По сути только что мы отправили его в часовню Eidon. Соответственно по идее он должен был идти к Yuzefki. Но! Соответственно, мы дважды Скали ему про часовню Идун И один раз сказали про Юзефку Но судя по всему Вся идея в том Что вы ему скажете в последний раз То есть я, если честно, не мог понять То, что сказать Ему, куда его отправить И вы не думайте Я не знал о том на данный момент Я просто проверял Есть ли у него какие-то еще разговоры И был крайне удивлен Что каждый раз я ему можно было Заново рассказать про безопасное место И, соответственно, по забавному стечению обстоятельств Я сказал ему именно в последний раз Про Юзефку Соответственно Небольшой спойлер Он придет в часовню Идун Пожалуй, давайте поговорим уже сейчас Наверное, можно немножко начать Говорить про Ариану Ариана Ариана Для тех, кто не понял Дословно Ее зовут Ариана Woman of Pleasure Ариана Женщина Удовольствий Если дословно переводить Соответственно Она Назовем ее Куртизанкой В русском переводе Если я не ошибаюсь Ее просто перевели Проститутка Адель Шляпа Черной церкви Многие охотники церкви Исцеления Немного Врачи Они понимают важность Заблаговременной профилактики болезни И осуществляемое Последственное Избавление От жертв И что важнее Потенциальный жертв До того, как Признаки Недуга Себя проявят То есть Черная Черная церковь Заботилась о том Чтобы Так сказать Подчищать трупы Грубо говоря И если были Хоть какие-то признаки Заболевания Сразу же Оп Убрали На всякий случай Не помню Честно вам скажу Что меня привлекло В описании Этого Три вещи На тот момент Не исключено Что я опять же Просто читал чат Вот это конечно Небольшой минус Такой Лайвстримов В первую очередь Как таковых И в том числе Моей невнимательности Личной По сути Все то же самое Церковь выходит На охоту В качестве врача Интересный момент То есть Ну Опять же Несмотря на то Что они врачи Они немножко На самом деле Напоминали Паладинов Из Нарксоус 1 Которые отправлялись Катакомбы Чтобы Достать Так сказать Какие-то там Секреты Выверить И там Почистить Нежить По сути То же самое На тот момент Я помню Я одел Этот Армор Сугу Потому что Кто-то По-моему Подсказал мне Что У него Хорошая Спротивляемость Чему-то Но потом Я посчитал Что мне не нужно Не исключено Что эта женщина Так благодарна Церкви За все Что она делает По той простой причине Что если она не будет Благодарна То церковь Может элементарно Посчитать Что женщина Тоже Даже Жена Не исключено Опять же Я этого не знаю Но может быть Не исключено Что если бы мы поговорили С ними В одеяниях Черной церкви То могли бы услышать Немножко другие разговоры Собственно Точно так же Как было С С сестрой Адель Если бы Если бы она Была Вместе с Арианной В часовне То Задумайтесь Кстати говоря Мы же отправили Кого-то К ее Жевке Поэтому Давайте поговорим КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова собственно ежевки нужно больше людей для того чтобы она их вылечила так вот собственно вот и ариана да было бы неплохо убрать факел от ее лица ну ладно кровь арианны далеко рек далеко далеко назад господи хотя было прям под носом мы здесь надолго кровь рианны проститутки соборного округа и сладкая кровь становлют уже и временную лечить скорость восстановления выносливости член старой церкви исцеления знал что ее кровь похоже именно на то что когда-то было запрещено член старой церкви исцеления знал что я кровь похоже именно на то что кота было запрещено запретная кровь вот что это такое а а а Субтитры сделал DimaTorzok Очень интересный момент, о котором я могу сейчас очень быстро забыть Арианна, мы из описания ее крови узнаем, что она запретная по сути Но при этом мы также помним о том, что когда мы подобрали вещь, которая предотвращает лечение Было сказано о том, что очень часто ее используют против охотников Кейнхерста Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, продолжая моя мысль, Арианна, как мы узнаем гораздо-гораздо позже Но спойлер, она из Кейнхерста Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, надеюсь, что нас сейчас опять никто и своими разговорами не прервет Что было бы, если бы сестра Аделла и Арианна находились бы вместе в церкви Идон Значит, мы уже один раз приняли у Арианны ее кровь Соответственно, если мы сделаем, точнее, не если мы, а монашка Крайне сильно это не одобряет Более того, даже тогда, когда мы разговариваем, кстати говоря Хранитель Бюргенверта сторожит ворота и требует пароль Священное Изречение Главного Собора Бюргенверта, вот точно, Бюргенверт То, собственно, что мы уже видели Так вот Она не одобряет, эта монашка не одобряет наши разговоры с Арианной И уж тем более она не одобряет наши, так сказать, принятия крови Арианны Ну, потому что она, представитель монашка, представитель церкви исцеления А Арианна на глазах монашки дает нашему спасителю Точнее, не нашему, а спасителю этой самой монашке Дает запрещенную кровь То есть, против которой церковь исцеления бьется просто уже Который век И вот, пожалуйста, вот, на, возьми И что самое, что еще больше ее обижает, то, что мы принимаем эту кровь Соответственно, если мы Примем эту кровь от Арианны Больше, чем три раза По-моему, включительно То есть, на третий раз произойдет скрип И, по сути, мы придем в какой-то момент к мертвой Арианне А монашка будет немножко в другом месте Уже просто хохотать Немножко ненормально И, если я не ошибаюсь, руки у нее будут в крови Я, на моем видео вы этого не увидите Вы можете смело, так сказать, пойти и поискать Таких видео уже полным-полно в интернете Но просто сам по себе факт Вот того, это как раз-таки то, о чем я говорил в прошлом эпизоде О том, что как разные истории Как мы можем увидеть разные истории В зависимости от простых каких-то решений В плане, кто куда идет И кому что мы сказали Или на крайняк это Что мы от кого приняли Что тоже само по себе достаточно интересно То есть, что самое интересное Это если бы мы не принимали кровь Арианны Но монашку все равно отправили в церковь То тогда неизвестно Что бы тогда могло бы случиться Может быть, они бы так мирно и существовали Но у Арианны свой конец Конец, от которого у меня, если честно Волосы стали дыбом Это я понимаю Это такой очень большой спойлер Но наберитесь терпения Вы увидите, так сказать, правильную концовку Арианны Именно у меня в моем прохождении Я постараюсь выложить это как можно быстрее Просто серьезно Не испортите себе впечатление От побочной истории персонажа Просто пойдя и прочитав Это где-то в интернете Хотя бы что-то видео, что ли, посмотрите Но Оно того стоит По сути, мы, наверное, посмотрели все Что можно было посмотреть в этой локации За исключением, наверное Одной доп-локации Если можно так выразиться Ну и, соответственно, остается битва с боссом О котором я уже говорил чуть ранее Пожалуйста, это мы Знаете, вот сейчас, услышав данный разговор, на самом деле вы просто не представляете, какой огромный смысл заложит этой фразе, которая говорит нам кукла. Что за все время во сне охотника было очень много охотников, и могилы, которые здесь стоят, являются памятью о них. Конечно, ну казалось бы, это абсолютно логичная вещь, для того, в общем-то, и ставятся могилы, если что-то пошло. Но вы не представляете, насколько это на самом деле много значит, учитывая самую простую концовку игры. Но об этом тоже гораздо-гораздо позже. Понимая, что бой с боссом будет тяжкий, меня предупреждали об этом в чате, опять же. Я посчитал, что нужно потратить все души, которые у меня есть, потому что либо я потрачу сейчас, используя дополнительно это, и потрачу сейчас души, либо... А, не души, отголоски крови, я извиняюсь. Либо мы просто потеряем пять там с чем-то тысяч у меня было, и все. Появилась возможность прокачать пилу штык до плюс трех. На тот момент я долго думал... То есть я уже тогда, я помню, я играл по небольшому гайду, по билду, и я знал, какое у меня будет второе оружие. И поэтому я, собственно, раздумывал над тем, нужно ли мне вообще прокачивать пилу штык или нет. Учитывая, что ружье мы уже прокачали на максимально возможный, так сказать, уровень. Вообще, на самом деле, оглядываясь назад, я понимаю, что действительно не так уж и много осколков кровавиков этих. И, опять же, спойлер, если я не ошибаюсь, за всю игру у меня получилось только два, по-моему, оружия прокачать... Не так, одно оружие до плюс четырнадцати, второе оружие до плюс пятнадцати. И после этого все остальные оружия, которые я буду использовать вообще хоть когда-либо, я поднял максимально до плюс шести. Потому что эти кровавики, которые используются до плюс шести, можно было купить у торговцев. Все остальное уже гораздо-гораздо проблематичнее. Ну, время биться с боссом. Собственно, мы прошли по высокой этой лестнице до самого верха, наконец-то. И, наслушавшись рассказов о том, насколько это тяжелый босс, я понял, что мне прямо сейчас нужно вызывать подмогу. То есть, как вы видите, я даже еще не открыл дверь. На самом деле, я сделал очень глупую вещь. И это будет один из немногих боссов, которых я убил при помощи кого-либо. Но вот именно этого босса можно было забить элементарно одному. Даже вот на моем уровне, даже с моими знаниями на тот момент, мне не следовало трусить и призывать их. А что самое интересное, сейчас вы увидите то, как будет умирать босс. И в следующем эпизоде я постараюсь не забыть и рассказать, почему вообще так произошло. Если вкратце, опытный игрок уже может понимать. И если ты, кстати, посмотреть на тех, кого я призвал, вы увидите, что у них достаточно-таки мощное оружие, которое можно получить только гораздо-гораздо позже в игре. Не совсем понятно, почему здесь нету субтитров. Но, по сути, эта девушка молилась о том, чтобы, если я не ошибаюсь, ну типа очистить нечистокровных. Такого я никак не ожидал. Но мы получаем то, что мы получаем. На будущее тем, у кого проблемы с этим боссом. Значит, викарий Амелия после определенного момента начинает хилиться. Причем хилиться достаточно так сильно. Так вот, именно здесь нам очень сильно пригодились бы те самые порошки, или как они там назывались, которые предотвращают отхил. Они работают на ней. И, по сути, не случайно нам даются этот айтон впервые именно здесь. Но обратите внимание на то, как быстро викарий Амелия умирает. А все потому, что оба персонажа, которых я призвал, выше меня гораздо, гораздо выше меня по уровню. И что самое главное, у них уже очень сильно прокачано их оружие. Поэтому викарий Амелия, по сути, просто слегает моментально. И нам даже, так сказать, не удается понять, насколько этот босс сложный, во всяком случае, в моем личном прохождении. Спасибо помощникам. Мы получили золотой кулон, который был в руках этого викария Амелии. Или этой викарии. Не знаю, спрягается это слово, нет. Ну и напоследок. Мы же хотели узнать пароль, правильно? Соответственно, давайте мы узнаем пароль, чтобы пройти в Бюргенверт. Но сначала читаем описание. Кулон викария Амелии. Используйте, чтобы получить кровавый солнцвет, который совершенствует оружие. Кулон, который передается среди викариев, возглавляющих церковь исцеления. Служит напоминанием о древнем излечении. Чтобы раскрыть излечение, коснитесь черепа алтаря. Череп алтаря. Наверное, это тот, который непонятным светом светится за нашими спинами. Или за нашей спиной. Я, если я не ошибаюсь, искал еще, что мы получили с этого босса. Но нет, ничего мы больше с него не получаем. Зажгли фонарь. И напоследок. Давайте же тронем череп. Чтобы узнать древние излечения. Продолжение следует... 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 Бойся древней крови. Собственно, вот оно, наше изречение. Ладно, народ, я надеюсь, вам этот эпизод понравился. И на этом мы его закончим. И я надеюсь, что следующий не заставит себя долго ждать. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok